У дверей отделения дневного пребывания пенсионер бралось более сотни зрителей, по большей части зрительницы. Повод приятный – торжественное открытие первой на Бару социальной парикмахерской. Она появилась по инициативе Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Среди естественных потребностей человека есть необходимость постричься. Сегодня вроде бы проблем-то никакой нет. Сегодня салоны, красоты, медицинские. Но когда приходишь в этот салон красоты и спрашиваешь, сколько стоит, например, мне постричься, то последний волос и дыбом встает. Социальная парикмахерская как раз отличается умеренными ценами. Стоимость стрижки здесь не превышает 155 рублей. Под парикмахерскую была переоборудована одна из комнат отделения дневного пребывания пенсионеров. За вполне приемлемую цену посетителей стрижет опытный профессионал. Первые клиенты работой мастера довольны. Очень такая вежливая. Ну, я бы сказала, очень обходительная. И она посоветует, какую прическу лучше сделать, что лучше идет. Знакомым будете советовать сюда идти? Да, обязательно. Мастер Зоя Воронкова – парикмахер с 7-летним стажем. Ловко орудует расческой и ножницами. Руки профессионала словно танцуют в воздухе. Выбрала я это занятие, именно работу в социальной парикмахерской. Именно потому, что я очень люблю свою профессию. Считаю, что люди даже социальным уровнем, финансовым, тоже должны иметь право выглядеть хорошо и ухоженно. С пенсионерами работать тяжело? Абсолютно нет. Они очень хорошие, добрые. Список предлагаемых услуг широк. В нем есть окрашивание, эмилирование и даже карвинг – легкая химия. Пока же самые востребованные – стрижка и укладка. Расценки довольно-таки приемлемые и очень даже низкие. Тем более, можно любой бабушке прийти сюда. Не обязательно, которая относится к соцзащите. Вполне приемлемо, очень даже реально, что парикмахерская станет популярной. Социальная парикмахерская – проект некоммерческий. Она ориентирована на обслуживание представителей социально незащищенных слоев населения, чей бюджет всегда нуждается в строгой экономии. Сюда могут прийти прежде всего пенсионеры, люди, имеющие инвалидность, и отдыхающие пенсионеры в самом отделении новопребывания. Мы уже в тастовом режиме попробовали оказать услуги. Пока все довольны. Какие отзывы? Отзывы положительные. Приглашаем всех в нашу социальную парикмахерскую. Для участников и инвалидов войны все услуги парикмахерской бесплатные. Труженики тылов, вдовы ветеранов и узники фашистских лагерей могут подстричься с 50-процентной скидкой. Для инвалидов и ветеранов труда действует скидка в 15%. Парикмахерская будет работать по будням с 8 утра до часа дня. Здесь планируют обслуживать клиентов только по предварительной записи. Наталья Синяева, Сергей Балясников, телевидение «Левый берег». Специально для «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова